Все СМИ, они все перешли на сторону одного кандидата. Все, это была полная монополизация всех СМИ. И как один из тех так называемых олигархов говорил мне, Григорий Алексеевич, ну разве вы не понимаете, поддерживать вас это тратить деньги, а поддерживать Ельцина это получать деньги. Ну конечно мы все будем поддерживать Ельцина. Мы потом, мы когда его поддержим, мы потом сразу превратимся в демократическую прессу. Слушайте, но я ведь видел вас на государственном телевидении, из Юганова видел довольно много, кстати говоря. Как вам показать разницу? Вот выборы 96-го года, да? Вот представьте себе футбольный матч, это сегодня очень актуально, правда? Вот представьте себе футбольный матч. Значит, на моей стороне играет 10 игроков, на стороне моего оппонента играет 20 игроков. У меня ворота установлены. 50 метров. У моего оппонента ворота установлены 10 метров. И мы играем. Ну, трудно играть. Но показывают. Показывают. Пришли люди на стадион, идет какая-то игра, на поле бегает судья, между прочим. Что же происходит сейчас? Сейчас вы приходите на стадион, там нету никакого и ничего. Там на табло счет, и там уже все написано, кто победил, и чем закончилась игра. И надо аплодировать. Попробуйте не аплодировать, скажем так. То есть, это просто совсем другая ситуация. Это выборы разные. Там была состязательность, там была игра. Ведь почему хотели отменить выборы? Потому что тогда было наивное представление, что все-таки это выборы. Их можно проиграть. Помните письмо? Это же было письмо олигархов Борису Ельцину. Он писал... Они сначала с Джугановым пообщались в Давосе. Да. И он им не понравился. Не понравился. Я сам был тогда в Давосе, как вы знаете, я там выступал. Вот, но... Значит, вы им тоже не понравились? Нет. Они хотели, чтобы оставалось... Чтобы было все как при дедушке. Дедушке Ельцине. При дедушке Ельцине. Вот. Они хотели просто все так вот оставить. И они сказали, ну какие выборы? Ну зачем нам выборы? Мы только что провели залоговые аукционы. Мы только что все это получили. Ну зачем эта глупость какая-то? Какие-то выборы. И Борис Николаевич вместе с таким крупным мыслителем, как его охрана, вот, начал склоняться к этому. А может действительно там это. Вот. Но потом оказалось, что так дело не пойдет. И придется проводить выборы. Ну и тогда выборы были проведены. А рейтинг-то у него был? 4%.